мы с тобой часто встречаемся же правильно часто встречаемся вот мне очень нравится когда мы встречаемся обсуждать такие философские проблемы жизни потому что это интересно очень потому что мало кто об этом говорит в настоящее время ну и вот в связи с тем что я в настоящее время являясь пенсионером у меня достаточно много свободного времени к сожалению много свободного времени хотя ты знаешь что я занимаюсь творчеством очень я плохо сплю вот и сегодня значит там много там разных событий произошло дело даже не в этом вот и мне когда сегодня позвонил мы с тобой стали как всегда стали делиться какими-то вот на тему дня на злобу дня последними событиями которые были вот в частности ты мне опять предложил уже в очередую раз ты это многое еще часто делая очень всегда сопротивлялся не хотел этого сейчас объясню почему предложил все-таки обсудить какую-то тему ну чтобы это осталось хотя бы для нас или для наших друзей осталось хотя бы посмотрим а может быть даже и опубликуем посмотрим я думаю так и здесь не надо нам специально заранее готовиться к чему-либо там планы выстраивать планы не надо никакого я объясню почему когда мы говорим я пример простой откуда у меня возник наш утренний разговор откуда он возник когда я стал просмотреть свое колоссальное количество роликов которые я сделал две с половиной тысячи роликов у меня сделано опубликовано начиная с 2010 года это колоссально много это очень много когда один человек делает такое количество и вот один из роликов я обратил внимание о котором я уже забыл который назывался мы снимаем нас нас снимают а дело в том что когда я эти ролики делал вот когда мы делали то мы как правило всегда убираю все лишние шероховатости всевозможные рабочие моменты съемок ведь и на самом деле это же не секрет о том что мы часто с тем мы делали эти клипы ругаемся в хорошем смысле ругаемся потому что мы решаем проблемы решаем эти проблемы ну и как-то неудобно выносить это в гости закулисная жизнь но ее там нет да абсолютно да и при поэтому но часто очень жизни вот эти детали вот эти широковатости они как раз становится даже более важными чем сам продукт который мы делаем вообще почему это потому что здесь показан не сам продукт который мы сделали а сам творческий процесс создания этого продукта а творческий процесс создания продукта намного более интересен я например мне вот эти фильмы все наши известные исторические фильмы не обязательно исторические великие великие советские фильмы начиная с комедии кончая драматурги и там и так далее я бы я все пересмотрел. Наверное, смотреть уже не так интересно. Мне намного интересней было посмотреть как это снималось и как это делалось. Примеров очень много. Вот у нас возникла какая вот идея немного поговорить о моей любимой теме, которую я очень люблю. Это Ольги и Николаевича Толстого. Пойдет такая тема? пьется очень глубокая формата. Она интересная тема, как получиться, так и получится. Я бы сказал, она очень актуальна Очень, очень актуальна, и не то слово Значит, хочу заранее предупредить вот что Я очень редко, хотя у меня достаточно такой просматриваемый канал В моем канале уже около 7 миллионов просмотров Уже скоро будет 10 тысяч подписчиков Но я, честно говоря, никогда там комментарии никогда не пишу Потому что я не люблю эти обсуждения Мне, честно говоря, глубоко противно, прямо говорю Глубоко противно смотреть наши Я телевидение не смотрю около лет 10, не меньше, не смотрю И мне противно, когда в Ютубе я иногда вижу какие-то обсуждения на наших известных каналах Которые многие смотрят, и обсуждения Когда там чуть ли не до мата доходят, потом доходят до мордобоя Я всегда в шоке от этого И мне, конечно, ну, наверное, кому-то нравится Нашим, наверное, гражданам Кому-то очень нравится посмотреть разборки, там, кровь какую-то, там, видишь, что кто-то кому-то набьет морду, там, или что-то в этом духе Мне это неинтересно, честно говоря Ну, передовые такие, сейчас так называются Передовые, да, передовые Ну, если можно сказать, в кавычках Ну, я заранее чувствую, что вот таких людей у нас очень большое количество Я понимаю, что, чтобы опубликовать такое видео, будет колоссальное количество, может быть, большое количество комментариев такого плана А что вы там, ничего, вы не разбираетесь, теми не разбираетесь Дело в том, что я хочу заранее сказать, что это у нас с тобой обычный бытовой раздовор Я не являюсь специалистом ни по Льву Толстому, ни по другим каким-то вопросам специалистом Я являюсь специалистом в области технологии машиностроения Там можно было бы говорить, но я этой проблемой уже не занимаюсь уже более пяти лет И поэтому сейчас я живу уже в другом мире, у меня другие друзья появились У меня больше, более интересное время есть подумать о жизни Больше времени, хотя я, честно говоря, всю жизнь об этом думаю И поэтому хотелось бы вот это, обсудить эту тему Поэтому заранее хочу сказать, это раздорог чисто бытовой И я, естественно, в силу своего возраста могу многие цифры Могу не точно говорить, потому что я могу забывать, потому что голова перегружена Я читал 18 курсов лекций И надо понять, что невозможно, это цифры какие-то И когда мне скажут самые, что вот вы неправильно, что там в битве, там при Ватрулову участвовало не пять, а десять тысяч человек или восемь тысяч Я как пример просто привожу такой Не надо этого, потому что дело не в этом Нам важно выстроить вектор Выстроить вектор, в каком направлении мы рассуждаем и как мы мыслим Хотелось бы просто, ну, чтобы разговор, просто твоя, твой внутренний мир Да, 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 как я чувствую, совершенно верно Как отношения к Николаевичу, как их события, явления его творчества и прочее В принципе, ну я, так как тема достаточно большая, но я надеюсь, это получится Сколько нам хватит там пленки Не пленки теперь уже, а, конечно, это Сколько хватит нам вот этой флешки Я так, я бы хотел начать немножко издали Дело в том, что так получилось, что я хорошо знаю, достаточно хорошо знаю Все свое, всех своих прадедушек, прабабушек и так далее Так вот, по отцовской линии, значит, мои прапрадеды, они относятся к Рюриковичам Я являюсь прямым потомком Рюриковичей Но, еще раз, не еще раз, просто хочу сказать То, что это не является чем-то таким, что вот я такой, вот я Рюрик Это не так отношения имеет Рюриковичей 2 миллиона человек в мире Потомков Рюриковичей 2 миллиона человек, я отношусь к этим 2 миллионам человек В словах, как это вот, как эта цепочка в вас выведет Да, да, правильно, правильно Ты мне задаешь, что я буду себя все киноты называть Мы с тобой друзья И мы поэтому на вы, я думаю, надо Только так она называется На ты, да, на ты будем Ну, а какой смысл нам с тобой на вы-то называть Цепочка, правильно ты, вот эту цепочку важно понять Вот, ну, рассуждение Потому что человек, который понимает цепочку Тогда он может и правильно задавать вопросы Цепочка, безусловно, здесь есть связана В общем, дело в том, что Лев Николаевич Толстой О котором мы сегодня хотим говорить Он тоже является потомком Рюриковича И я являюсь очень данным родственником Льва Николаевича Толстого Но генетика это сильная вещь И, по-видимому, наверное, что-то, что-то такое глубокое передается Чисто генетически Я, например, я хочу простой пример привести Такой, что у меня отец был простой военнослужащий Он был зам райвоенкома Ну, военнослужащий это уже непростое Ну, все равно, я имею в виду зам райвоенкома Это был не генерал, там, я имею в виду не адмирал Просто зам райвоенкома, там, военнослужащий был Но вся его семья, в которой он жил Это священнослужители И поэтому в моей семье, например, никто никогда Мата не было никогда В нашей семье мата не было И поэтому я никогда сам Это связано с тем, что он именно из семьи священнослужителей То есть вот это вот Мой дед врач Это единственный, по-видимому, из братьев, там, у него братьев много Это какие годы, врач? Какие годы? Это после революции После революции, да Мой дед был врачом И перед войной На 10 лет был приговорен, на 10 лет Он участвовал в строительстве канала Беломор-канала Ну, ему, наверное, повезло Потому что, в каком смысле повезло Что он там врачом был И все-таки врачам немножко легче было Чем обычным заключенным И он вышел все-таки И когда началась война Значит, он попал на фронт И на фронте он Получил награды боевые И сразу после войны был, у него орден Ленина получил И у него награды есть Боевые ордена и так далее Но и двоих его братьев Два брата его родных были расстреляны Мне дед об этом никогда не рассказывал Я понимаю, почему Я теперь очень многое могу о чем догадаться Только догадаться могу А почему он не вернулся? Он родился на Волге И все мои корни тоже с Волги Но почему он туда не вернулся Это понятно Что если оттуда, по сути дела Он К сожалению Судьба так сложилась Что я своей одной бабушки Вообще не видел Никогда Потому что она осталась С тремя детьми Вот Причем Значит Один собственный ребенок И двое И двое не ее детей Вот она с тремя детьми И она Как я понимаю Она просто умерла в больнице С расстройством рассудка Это трудно было пережить эти времена Одного дедушки по другой линии Я тоже не видел никогда Тоже который очень рано умер Они многие пережили То есть у меня вот эта Сталинщина О которой сейчас все кричат Как здорово Как было здорово Когда был великий Сталин Вот это привело к тому Что Наша Родина Которую я хочу сказать Наше государство потеряло Одних из лучших своих людей Сыновей Потому что часть уехала за границу Дворьян одного сословия Другие были В гражданской войне Поубивали друг друга Поубивали Я не хочу об этом много говорить Мы все-таки будем больше Я только говорил о связке Я говорил о связке По Толстому Мне поэтому всегда интересно было Я не ученый Я кандидат наук Доцент Я работал в области технологии Машинстроения Всегда Но тем не менее Мне всегда была Интересна эта тема Я считаю что Я застал таких Еще к счастью Застал таких ученых Которые Настоящие ученые Они как правило люди Широко образованные Как правило они художники Многие художники Музыканты Писатели Поэты Я вот тоже У меня так получилось Что у меня образование Я свободно играю на фортепиано Свободно играю на хордионе Потому что меня так воспитывали В тех традициях того времени Вот бабушка меня водила Значит я занимался Тогда до революции было принято До революции было принято Обязательно Бабушка у меня так говорила По крайней мере Что обязательно Иностранный язык Знание иностранного языка Танцы Это было В гимназии было Танцы И третье Обязательно Это Музыка Человек должен уметь играть На каком-то музыкальном инструменте И поэтому мама у меня Профессионально играла На фортепиано Она играла Помимо фортепиано Она играла профессионально С листа Я не играю с листа Она с листа играла И на фортепиано Играла на кардионе великолепно Я поэтому сам научился Она меня научила играть На кардионе И на баяне Хотя баяна и кардион Абсолютно разные инструменты Она свободно играла И на баяне Вот это вот старший инженер Она работала простым инженером Вот такие были инженеры у нас Теперь все-таки возвращаясь к Толстому Знаете, я еще раз хочу сказать Что я не специалист по Толстому Поэтому все мои рассуждения о Толстом Связаны только с тем Что я очень много прочитал Так как мне интересна И биография Толстого Его философия мне близка И поэтому я очень много прочитал Его дневников И хочу сказать Что я очень глубоко принял Всю его философию Близко к сердцу А теперь вот и хочу Поэтому многое-многое о нем Поговорить и рассказать тебе Если у тебя будут вопросы Я тебе постараюсь на эти вопросы ответить Ну, начну вот с чего Начну, наверное, совершенно с другого бока Все мои друзья знают Что я люблю Толстого очень И у меня друзья мои очень многие И, кстати, нас многих это объединяет Толстой объединяет Ну, я не буду сейчас говорить о моих друзях Кто тоже любит Толстого Мы часто обсуждаем эти темы И Ивана Николаевича Толстого Тоже есть какие-то разногласия между нами Но это нормальное явление Когда у людей разногласия Это совершенно нормальное явление Не могут быть Люди одинаково понимать Все до конца От начала до конца Не могут Они все равно понимают Все это по-разному Безусловно И вот Мне, мои друзья Спасибо моим друзьям Меня буквально силой Затащили в Ясную Поляну Говорят Ну, как же, Саша Ты же, говорит Ты же, вот Любитель Толстого Значит Меня привезли буквально Я ехал из Коктебеля С приятелем Меня встретили в Москве Посадили на поезд Привезли, значит, в Тулу В Туле меня посадили на машину И на машине мы приехали прямо В имение Ясная Поляна Семейство Толстых Семейство Толстых Вот первое впечатление, которое я вам хочу сказать Которое мне очень интересно У нас есть, в Санкт-Петербурге есть Потрясающее Кладбище Некрополь Называется, Мастеров Искусств Которое располагается в Александро-Невской лавре Там я неоднократно был Аналогичное кладбище Есть у нас в Санкт-Петербурге В котором, кстати, живет Более пяти миллионов человек Аналогичное кладбище есть На литераторских мазках Котором тоже похоронено Очень большое количество известнейших людей Я хочу сказать, что недавно, когда мы были На литераторских мазках С моим другом, моим очень близким другом И товарищем С Володей Холменко Я обратил внимание, что там практически никого не было Там было помимо нас Там два или три человека на всех было Хотя мы ходим мимо могил Идем мимо могил великих людей По сути дела Там академик Павлов Это бесконечно Александр Блок Это бесконечно, можно говорить Там сразу можно 50 фамилий назвать Очень известных людей Когда приходишь в Александровневскую лаву Где мы с тобой тоже были Помнишь? Ты ждал меня в машине Я снимал Тоже никого не было Но там надо еще какие-то небольшие деньги платить Так вот, что я хочу сказать Что когда подъезжаешь к Ясной Поляне Меня поразило просто Колоссальное количество автобусов И колоссальное количество людей в Ясной Поляне В Ясную Поляну едут люди со всего мира Это, наверное, о чем-то говорит В Ясную Поляну к одному человеку В Ву Николаевич Толстову едет колоссальное количество автобусов людей К одному человеку А у нас здесь великий Чайковский Петр Ильич похоронен И людей никого практически нет Никто не ходит И не смотрит И, наверное, не хотят А здесь люди едут со всего мира Там туризм, да Очень интересно Вот это первое впечатление Которое у меня от Ясной Поляны сложилось Ну, как я воспринимаю, так и воспринимаю У нас был экскурсовод Мои ребята, они знают меня Что я люблю поговорить И они побоялись Меня предупредили Саш, ты, пожалуйста, там много вопросов не задавай экскурсоводу Потому что все-таки экскурсовод Она для всех рассказывает Я всегда говорю спасибо Потому что это на самом деле надо сказать спасибо Вот И правильно они мне предупредили Я постарался Я практически, они могут это подтвердить Вся вот эта экскурсия была Значит Во время этой экскурсии я молчал Я ничего не говорил Ну, хочу мелочи такие Потому что из этих мелочей складывается Грубо говоря, складывается Вся наша жизнь из мелочей складывается Ну, вот такая мелочь Меня обратило внимание, что там, например, есть огороды На этом огороде работают студенты, школьники, оказывается Эти огороды были, да Эти огороды были, оказывается, еще при Льве Николаевиче Там уникальные какие-то растения Которые там собирали Там семейство толстых собирали все это И школьники сделают то, что они питаются этим Они выращивают там фрукты Там яблоневый сад потрясающий Там это вообще Там это просто, говорю Это красота Весна была, цветение Это мы ехали из Коктебелева Весна, цветение Красота не передать просто Но рядом, у меня другой сейчас хочу сказать Ну, ребята работали А рядом пруд И говорят, вот в этом пруду выращивали карпов Когда закончилась наша экскурсия Я хочу сказать, что экскурсовод был замечательный Очень много она интересного рассказала И я все-таки, ну, я ребятам дал слово Что-нибудь задавать вопросы Я и тогда задал несколько вопросов Коксоводам Ну, в конце я потом про этот пруд сказал Я, вы знаете, говорю, что у меня вот такой вопрос возник Вот вы огород-то там делаете, у вас работает А что вы сейчас этот пруд-то не можете Карпами-то вообще-то Труд большой Почисти Чтобы карпов выращивать Это самое дешевое Вот из рыборазведения Самое дешевое хозяйство Форель дорого разводить, например В пять раз дороже считается А карпов разводить ее несложно Он сказал, ну, вы, как сообщите туда В администрации, чтобы они там вот это Они это сделали Да нет, мне-то зачем Я не живу Вы для себя хотя бы Вы же на огороде Вот ребята работают для себя Вы же едите это А почему рыбу-то не разводите При Льве Николаевича это делали Но это мелочь, ладно Я задал другой вопрос Для меня это было очень-очень важно Дело в том, что Льва Николаевича Толстого У нас воспринимают По его великим, конечно, произведениям В первую очередь там Это «Война и мир» Анна Каренина и так далее Но я Известный сам Но я когда стал очень много интересоваться Вот судьбой Льва Николаевича Как она сложилась Его взаимоотношениями с его молодой женой Софьей Андреевной Берс Андреевна, боже мой Я даже боюсь уже ошибиться сказать Потому что я постоянно не изучаю Еще раз говорю Я не специалист в области Льва Толстого Софьей Андреевна Берс Она намного моложе была его История любви Это отдельный разговор Мы, может быть, потом отдельно Об этом поговорим Об их взаимоотношениях Но на меня произвело Не эти даже произведения Не «Война и мир» И не Анна Каренина там Или другие А на меня произвели больше Его публицистика Его статьи На меня произвели впечатления Намного больше Которые он уже писал Под конец жизни Ну, ты наверняка знаешь Что вот эта трагедия Которая произошла в семействе Льва Николаевича Когда он оставил свой дом Оставил Его только его дочь Одна сопровождала У него детей было много Знаешь Он оставил свой дом И ушел И вот на станции Остапова Он практически умер И там жена его приехала Софья Андреевна Но он не хотел ее допускать Это отдельно Это надо говорить отдельно И все-таки сейчас будем говорить О собом Ильве Николаевича Я думаю С ним нужно говорить И вот я задал еще один такой вопрос Дело в том, что Вот только на этих деталях На небольших Можно показать масштаб личности Мне повезло в жизни Почему? Потому что так как родился в семье Все-таки Ну, это мещане Раньше, наверное, назывались Мещане Такое было С ослой Мещан Поэтому я родился У меня была энциклопедия Я очень любил энциклопедию читать Энциклопедия Мэйера была Там на более 20 томов Я все это читал Я сидел маленький Изучал эту энциклопедию Мне было очень-очень интересно Все это изучать Ну, потом уже Когда я уже учился в школе Потом в институте учился У меня вот возник Как-то возник такой вопрос А как вот получилось Что два титана таких Лев Николаевич Толстой Это, безусловно, титан Которого Россия гордится этим человеком Она гордится Я могу сказать Она гордится Львом Николаевич Толстым Достоевским Юлием Гагариным Но никак Не Осипов Виссаревичем Сталином И не Владимиром И еще временем Никак Важные люди Важные люди Это важные, да Но никак не ими Пока они мели гордиться Вот этими людьми И мне интересно было А как же так А как они стали Друг друга Или нет Мне давно Эта мысль интересна Вот они два титана Были Два титана современности Ильев Николаевич Толстой И Владимир Ильич Ленин Который написал Известный свой Я памфлет назову Не памфлет, конечно Но это статья Которая так и называлась Лев Толстой Как зеркало Кажется русской революции Вот как-то так И он там примерно Так пишет Примерно так пишет Лев Толстой Это великий художник Но это хлюпик Который ничего не понимает Нет Ни в борьбе классов И вот примерно так Написал И вот я сижу и думаю Лев Николаевич Толстой Даже не знал Кто такой Владимир Ильич Ленин Вообще Он даже не знал Кто он такой И если два слова Хоча о Ленин Сказать То давайте Подумаем хотя бы Вот у него написано Вот столько томов Там сто томов Кажется сочинение Владимира Ильича Ленина Написано Когда он успел Это написать А кто Это понятно абсолютно Когда он успел написать Он появился Его более-менее стали Знать В семнадцатом году А через четыре года Всего лишь через четыре года Он уже был просто Ну после болезни Он вообще был просто Его отстранили От управления страной По сути дела Он только четыре года Управлял страной И остался Ленин всегда живой Ленин всегда с тобой Да А Толстой Написал Всю жизнь Писал свои труды Всю жизнь Писал труды И весь мир Знает его За это произведение И вот я задаю Такой вопрос А скажите пожалуйста А где фонограф Который подарил Эдисон Лев Николаевич Толстой Дело в том Что великий изобретатель Эдисон Подарил фонограф Только великим людям Подарил Он подарил Шаляпину Я знаю Из русских Толстому Всего три человека Еще кто-то Я не могу всех точно вспомнить Ну да Толстому первого И записали Наш один любитель У него Сам приобрел А Эдисон Сам подарил Сам подарил Толстому Он прислал Это говорит о том Что страшно Уважал этого человека Великий изобретатель Понимаешь Великими такие становятся Не те кто там Президенты были Сейчас спроси Кто был президент Во время Эдисона Никто и не вспомнит Эдисоны все помнят А этого никто не помнит Кто там был президентом Где там Кто там были Никто не помнит А теперь я хочу Задать такой вопрос Дело в том Что опять таки Вот я когда маленький был У меня остался У меня еще лежит подшивка Если ты меня попроешь Я когда-нибудь достану Тебя подшивку Нива Журнал был такой Нива Это типа журнал Типа вокруг света Только он очень толстый был Вот такой Толстейный журнал Который выходил Чуть и не каждую неделю До революции Нива Журнал Нива До революционный Да Ну правда Там моими там Бабушками Там и Точнее говоря Мамами там И сестрами ее И списан там Карандашами Ну дети играли Поэтому Но он остался Тем не менее Нива Но меня поразило другое Меня поразило Что в этом журнале Нива Практически на каждой Второй и третьей странице Каждая вторая и третья страница Журнал Нива Упоминания Император Прибыл Туда В Тифлис Например Прибыл Граф рев Николаевич Толстой Вернулся В имение В свое Вернулся То есть Вся страна Средила Это был человек Уровня Императора А теперь у меня Задались Таким вопросом Значит У Льва Николаевича Толстого Так как ему подарил Эдисон Вот этот фанур У него Я посмотрел Где-то порядка Осталось Порядка Сорока Записей Статьей Где он Читает статьи На французском На английском На немецком языке Сказки свои Читает То есть Вот Вот такой Около сорока Так А у нашего императора Николая второго Да Которого в принципе Я уважаю Я не являюсь Я не являюсь Ни сторонником Самодержавия Ни его противником Я просто Я это не обсуждаю Я вообще просто Говорю о другом А у него записи Всего Около двух минут У императора Это говорит Об очень многом Свидетельствах Ну пожалуй И когда я задал вопрос ей Вот я говорю А почему А где Фануров Да Она говорит Там стоит Где-то Фануров Я говорю А вы почему Об этом не говорите Потому что Вся экскурсия Она была замечательная Все Правильно было Поставлено Я говорю Ну вы поймите Дело в том Что Наверное Может быть Я не прав Наверное Когда я вам О этом говорил Но об этом Надо говорить Потому что Это говорит О величии человека Говорит Ну это так О величии человека Вот он остались Его голос А императора Не осталось Хотя император Конечно Это тоже историческая личность Большая Которая два Это очень важный момент Человек Если изысканием занимается Он раскрывается Некоторые такие вещи Которые Ну скажем так Важные Да Вот И потом я говорю Вы знаете Что Я читаю Толстого Вы абсолютно Не говорили О их взаимоотношениях Софьи Андреевны Берс И вы не говорили О его взглядах Толстому Было бы Страшно обидно Потому что Он всю жизнь Это переживал Он страдал Из-за этого Вот надо о чем Говорить Тогда вы покажете Кто такой Толстой На самом деле А не просто так Что вот это Вот его там Папа такой-то Дедушка такой-то Вот там это выращивали Вот здесь ставят Вот эти инструменты Вот здесь там приходили И так далее Это бытовуха называется Так же как бытовуха Мы с тобой сейчас сидим И говорим Это бытовуха Обычная бытовуха И мне сейчас потом сказать Что вот это не 40 записей У него там 39 там было Или 38 Я не помню Я могу Я могу путать года какие-то Могу помнить В каком году Это было Но факт остается фактом Я хочу сказать Об очень важных Таких вот вещах Очень важных Вот так вот С вашей точки зрения Вот так вот С моей точки зрения Не с вашей точки зрения Потому что мы с тобой Скажем Если бы вы в роли Искурсовода Скажем Я бы конечно По-другому говорил Я бы говорил По-другому Я бы говорил Но Дело-то в том Что люди К сожалению Может быть она права У нас Вся наша проблема Тема в России В настоящее время Это факт И здесь ничего нет Такого Ну в принципе Это факт Здесь никуда не денешься От этого Следующее Что я хотел бы сказать О графе Толстого Можно говорить Бесконечное Наверное Вот Если мы это записываем Может быть я это опубликую Я пока еще не знаю Мы подумаем Недавно Какие известные Недавно кто-то Я не помню То ли Наш президент То ли кто-то Сказали Что мы хотим вернуть Старобрядцев Которые вот были Отправлены За границу Еще до революции Но дело в том Что я вот Как раз Вот об этом Вот этой хочу Коснуться Ты наверное Знаешь о том Что Рев Николаевич Был отлучен От церкви Толстой Он был отлучен От церкви Я кстати Полностью Разделяю Его взгляды По поводу веры И так далее Можно об этом Говорить Наверное Надо тоже отдельно Потому что об этом Мы уже сейчас С тобой много Наговорили Но об этом Надо говорить Я сейчас Большими мазками Такими Я по большими Мазками Хочу сказать Лев Николаевич Я считаю Что это величайший Человек В современности Его Сын Сергей Львович Толстой У нас были Старобрядцы Это понятно Их называли Духоборами Тогда До революции И духоборы Царская власть Притесняла Духоборов Так же Как сейчас Притесняют У нас Не евангелистов Притесняют Свидетелей Еру То есть это Вера Ну так Притесняли Духоборов Да Духоборов Сергей Львович По Конечно По указанию Отца Не указанию Я неправильно Говорю Это не указание Наверное По просьбе На отца Принял Самое Основное Участие В их отправке За границу Они уехали Значит Было Я сейчас Не могу точно Сказать Это было Два или три корабля Было Снаряжено И колоссальное Количество Людей Было Вывезено Они уехали В Канаду Все Почему о счастье Говорю Я тебе скажу Почему Так как Лев Николаевич Был отучен Отцеркви Я не знаю Многие ли это знают Что Как могила Как таковой Пачки нет Ее почти Не существует Леван Николаевич На территории Его большой усадьбы Есть просто Холмик большой И где была Какая-то Там веточка Я не помню Что-то такое Типа Какой-то Ну кустик Что-ли Не знаю Там Там голубик Такой Не обозначено И вот мы Когда туда подошли Значит Своими друзьями Туда подошли Ну а там людей Так как я говорю Там постоянно Там сотни людей В отличие от того Вот сюда Вот у нас Такое количество Величких людей И никто не ходит В Санкт-Петербурге Где вот этих Туристов много Никто не ходит Никому не интересно А там Просто говорю Колоссальное количество людей И вот подходят люди И говорят Все Женщина Рассказывает Ну да Это говорит о том Что весь мир знает Толстого И его Чти в первую очередь Толстого Чти Я говорю Только об этом Я считаю Это Весь мир его знает Толстого Его прочитали Он переведен Больше всех Его романы переведены И весь мир этим Это глыба Это глыба Это наша русская глыба Это то Чем мы должны гордиться И все Толстой 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 Хотя совершенно Разноплановые люди Совершенно разноплановые Толстой 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 Но это Великий Нет смысла Даже сравнивать Но они разные Да Их не надо сравнивать Это разные люди Совершенно Разные Философии но это все равно, это люди думающие это думающие люди, самое главное, что они думающие и вот подходят какие-то люди там и вдруг говорит, одна из женщин, при мне, когда мы стоим она говорит, вы знаете, я здесь наблюдал картину из Канады приехала большая делегация и они когда подошли к этой могиле, где там ни креста, ничего нет в этой могиле вдруг они все, там их было 50 человек они вдруг все встают на колени и начинают молиться перед могилой и вот она говорит, женщина не понимает и тогда я уже начинаю говорить, а вы знаете, почему они молятся? она говорит, нет, я не знаю я говорю, это потому что им жизнь спасли Лев Николаевич им спас жизнь, поэтому они уехали туда если сейчас, вот они говорят, они хотят пригласить Духа Бога сюда, чтобы они к нам они не понимают, что они делают, приедут люди свободолюбивые во-первых, они не поедут, они прекрасно понимают, что они никогда не поедут это свобода, любивые люди, они уже жили другой конечно, они родину любят, они бы поехали, но они не могут ехать они, к сожалению, они почти наверху не поедут они приедут просто посетить эти места, отдать дань своему спасителю они вот только вот таким вот образом можно вот, теперь, значит, вот о Толстом еще раз говорю, можно о нем говорить очень-очень много немножко, чуть-чуть, вот я хочу сказать все-таки вот о его отношении к церкви, его отношении к вере Толстой высоко образованный человек надо сказать, что, во-первых, Толстой один из первых я говорю о том, чего люди, по-видимому, не знают меня, наверное, многие могут там поправить, наверное потому что ведь есть люди, которые диссертации позаищали докторские, кандидатские на этой теме я ничего не защищал, мне просто это было интересно я это читал и больше ничего Толстой был одним из первых, кто, а ты знаешь, наверное что у нас совпала отмена рабства в США когда эта революция, по сути дела, произошла в США потом война была между Севером и Юбом а у нас параллельно, почти параллельно происходила отмена крепостного права Толстой был первый, который отпустил своих крестьян первый он камень заложил, то есть это, вот это первое Наверное, многие не знают, что Толстой создал азбуку Азбуку Толстой был великолепный математик но он выступал очень много, выступал против науки тем не менее, тоже, наверное, мало кто это знает почему он выступал против науки это надо понять опять, потому что кто-то скажет у нас же сейчас любят, там что-то скажут где-то бросят и уже у людей говорилось, каша в голове в каком плане? выступал против науки, потому что он очень боялся И предвидел это, что наука может погубить человечество У меня второй мой любимейший писатель Это Митерлинг А можно остановить прогресс научного? Его можно каким-то образом остановить? Это очень сложный вопрос Его надо отдельно обсуждать Это интереснейшая тема Но дело в том, что его, наверное, не надо останавливать Здесь важно развивать Человек не обязательно должен развиваться в технократическом плане Человечество может развиваться не обязательно в технократическом плане Оно может развиваться в духовном плане В разных планах может развиваться Но сейчас человечество идет по технократическому пути развития Это нормально, и здесь не надо ничего останавливать Самое важное, чтобы у руля вот этой технократической революции Стояли умные, образованные, достойные люди Вот и все И тогда все будет в порядке. Но, к сожалению, вот мы сейчас наблюдаем, что происходит потому, что, казалось бы, 2000, я поражаюсь, 2020 год, и мы живем, такое ощущение, как будто мы живем во времена Средневековья. Мне такое ощущение. Теперь вот хочу немного о Вере сказать. Дело в том, что, так как Лев Николаевич был очень начитный человек, он очень много прочитал про религиозную литературу всевозможную. За что он, почему и за что он, такое его отношение к церкви было. Я, кстати, сказать, был поражен, когда я был поражен вот чему. Когда я прочитал дореволюционное издание о состоянии иерарха в церкви, я был поражен, насколько это перекликается с нашим временем. Хотя прошло сто лет. И там тогда писали, и тогда они были, деньги, все деньги, деньги, деньги. Это колоссальные деньги, как и сейчас. Толстой был всегда против этого. Потому что в Библии написано, в Евангелии написано, когда пришел Иисус Христос, и были торговцы рядом с храмом, он разогнал торговцев. В храме не может быть торговли никакой. Как может храм быть самый? И поэтому основной постулат Толстого, с которым полностью согласен, Бог в сердце. Если сердце это понимает, я не против церкви выступаю, я не выступаю против церкви. Но дело в том, что церковь, она для основного количества людей, для большого количества людей, которые не знают. Они, многие ходят чисто механически туда. Но они как-то, хотя бы к этому причину, как-то... Но человеку начитанному, такому, как Лев Николаевич Толстой, и многим-многим другим, это не обязательно. Ведь дело в том, что создателем, с творцом... Я не люблю слово Бог. Мы живем все-таки в 2020 году, я всегда говорю, называют это создатель-творец. Безусловно, есть создатель-творец. Я верю в бессмертие души. Я просто искренне в это верю. Это тоже самое Лев Николаевич говорил. И вот Лев Николаевич как раз всегда выступал, например, против того, чтобы... Как может быть священник находиться, отпускать грехи у того, кто на казни? Он должен быть против казни. И вот одни из главных его статей, которые он написал, которые я... Она привлекла внимание, когда мне еще было лет 17, наверное. Это не могу молчать. Я был просто потрясен, когда прочитал. Это примерно статья на 7 листов. Написал он ее, кажется, после революции 1905 года. Вот написал эту статью, не могу молчать. Я был просто потрясен этой статьей, потому что он там писал. До чего же дошла Россия, он писал, когда вот там почти ежедневно пишут. Там казнили, там казнили, там казнили. И он приводит какой-то год, я сейчас уже не помню какой, какой-то тысяча, где-то в 1800, где-то в 83-й год, когда было всего две казни. Две казни было в России. Дело в том, что всех убийц ссылали на остров Сахарин. Это можно узнать, это тоже интересно. Чуть-чуть Чехова коснемся. Я был просто потрясен, когда мы приехали в Крым, я в этом году был в Крыму, был в Крыму в этом году со своим приятелем, в том году. И мы приехали в Грузов, а вы знаете, там есть домик Чехова. Очень хороший там, очень хороший скурсовод, директор музея. Я когда с ней поговорил, вдруг она оказалась, что она не читала Сахарин. А я Сахарин прочитал еще через яйца давно, потому что Чехов был на Сахарине. И он там не был не как писатель был, он как врач там присутствовал, он просто описывал. Но одновременно у него поэтому это произведение, оно не является художественным, это публицистическое произведение, он просто рассказывает о Сахарине. И мне вот Сахарин был интересно, а почему вот Сахарин, а почему не японцы там, хотя там были японские деревни, почему русский Сахалин-то все-таки? Потом я понял, потому что на Сахарине очень плохие погодные условия, ужасные. В Японии пальмы растут, на Сахарине пальмы не растут, там ужасные погодные условия, поэтому японцы, конечно, туда доходили, но русские люди, они до Сахарина добрались. Они, кстати сказать, мой прадед мой, Лев Травин, основал Симбирск, был одним из основателей Симбирска. И он принимал участие, это много, это есть в литературе много, и он принимал участие в походах, которые вот за Уральский хребет, я не знаю, наверное, называли это Ермак, поколение Симбири. Кстати, сейчас очень многие пишут, что даже не Ермак, а ближе, там Травин, еще там, он не один. Они в этом, они в основном, он был воеводой. Он был воеводой, и он принимал участие в этом большое. И вот я почему-то про это Чехово вспомнил, так вот на острове Сахалина, как там с убийцами, там все убийцы туда ссылались. Тогда не было казни, не было, тогда не было казни, сто лет, у нас сейчас, давайте убивать, иначе нельзя. Тогда не было казни почти, и не могли найти, палача не могли найти. Это Лев Толстой пишет еще после 1907 года, если не ошибаюсь. Палача не могли в России найти. То есть, скажем так, уровень культуры был уровень? Уровень был, конечно, был совершенно другой уровень, не могли найти палача даже. И там убийцы были так, они на свободе гуляли, как он описывает. Им одевали просто, им одевали большую колодку 20 килограммовую, и он на солнышке, они там, они ползали на солнышке, они никуда не могли отползти. Он отползет, ну, 20 килограммов, куда ты, отползет, ну, на 100 метров, но самое главное, что он был, это говорит о том, что система наказаний в России, она все-таки была более гуманна, она все-таки была, она должна человека исправлять. Мы не должны его заковать там куда-то в наручники его, и чтобы он сидел там за это в картере и смотрел через решетку в небо. Они были на солнышке, они смотрели, это убийцы. Они многие потом, у Толстого многие от таких произведений, как где... Фальшивый Купен, один из моих любимых рассказов, Фальшивый Купен, там совершенно потрясающе, когда вот этот убийца, который, махровый убийца, который вот забрался, это в конце уже рассказа, я давно ее читал, уже прошел 40 лет, но я до сих пор помню, потому что мне врезалось это все, в память врезалось. И когда убийца убивала эту старушку, мать семейства, он ее убивал топором, она на нее поворачивает и говорит, что же ты делаешь, ты себя убиваешь. И ему вот этот взгляд, и он ее убил все-таки топором, но этот взгляд у него всю жизнь, и он потом, он стал проповедником после этого стал. Его посадили, его не расстреляли, не убили, тогда не расстреливали, тогда мы тогда просто вешали. И вот, и он через всю жизнь это пронес, и он стал одним из самых верующих людей. То есть, вот эти глаза человека, ведь надо понимать, что наша жизнь, она, это как чудо. Она врезается. Это другая тема совершенно, это надо чудо, мы в этой, вспыхнули в этой жизни, и как вспыхнули, так и ушли. Душа бессмертна, и на все наши, то, что мы натворили в этой жизни, за все мы будем отвечать, будем когда-то. За все будем отвечать. Не нужно думать, на этом все закончилось, давайте вот это хапать, хапать, хапать больше, покупать. За все придется отвечать. За все придется отвечать. Пользоваться, обманывать. И вот, возвращаясь опять к «Не могу молчать», я хочу сказать, что «Не могу молчать», Лев Николаевич раз об этом писал. Потом уже, я понял вот какую вещь, когда я стал уже более глубоко копать, это уже мне интересно стало потом, я понял. Оказывается, было три варианта «Не могу молчать». Один вариант у меня был очень жесткий. Кстати, он в этом варианте, он еще выступал против Иоанна Кронштадтского. Ну, для этого надо историю хорошо знать, я не совсем это, я еще раз говорю, я не историк. Хотя история – это отдельная тема, про историю мы отдельно поговорим, потому что мне это тоже близкая тема истории. Очень жестко выступал против царя, против Иоанна Кронштадтского. Выступал, дело в том, что вот эта революция, которая была 1905 года, первая русская революция, когда было большое количество людей убито, большое количество людей. Она перевернула все в России, вот эти последствия ее потом, это все мы до сих пор вот это еще, вот это переживаем, эти последствия. Потом и февральская революция, и октябрьский переворот, то что его, его сначала назвали переворотом, потом стали называть революцией. Это все мы переживаем, это сейчас продолжаем переживать. И вот это, и он писал, второй вариант, он уже помягче, это говорит о том, что даже Толстой боялся. Даже Толстой боялся, он мог попасть, граф Лев Николаевич Толстой, второй человек в России, ибо его. Дело в том, что когда он ехал на поезде, он ехал на поезде, его, кстати, он с Чеховым встречался, Грузов именно ехал. И когда он ехал на поезде, его на станциях встречали тысячи людей, встречали, как описывают, тысячи людей. И Софья Андреевна ему говорит, Левушка, посмотри, пожалуйста, посмотри, выгляни, люди же тебя хотят видеть. И там люди кричали, ура, Лев Николаевич. Вот так любили писателя. Коль, я думаю, что, наверное, это надо закончить, мы с тобой просто попытались немножко, вот, чуть-чуть рассказать. Потому что этих тем в будущем можно возвращаться сразу, с точек зрения, потому что это интересно.